МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Предупредить легче, чем лечить. Зачем нужна диспансеризация? Путь к успеху в Центре поддержки предпринимательства завершился акселератор социальных проектов. Времен связующая нить. Публицист Иван Ситников продолжает проект «Исторические очерки». Далее расскажем обо всем подробно. Предупредить легче, чем лечить. Зачастую соровчане пренебрегают своим здоровьем и обращаются к врачу, когда уже поздно. Медики рекомендуют не откладывать профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы вовремя выявить смертельные болезни и начать лечение. Если ничего не болит, человек годами может не появляться у врача. А тем временем болезнь не дремлет. Как правило, за медицинской помощью такой пациент обращается уже, когда слишком поздно. Несколько подобных случаев недавно произошли в нашем городе. Пациент 46 лет, трудоспособный возраст. С 2016 года за медицинской помощью не обращался. Обращался тогда, когда появились выраженные боли в позвоночнике. При обследовании было заподозрено образование легких с метастатическим поражением костей позвоночника. Запущенная четвертая стадия. К сожалению, пациента спасти не удалось. Еще один пример. Пациентка 49 лет. С 2017 года на прием к врачу не ходила. При проведении первичного осмотра у нее заподозрили рак органа малого таза с метастазами. Запущенная четвертая стадия. Ее также не удалось спасти. Есть и случаи благополучного исхода. Пациентка 34 лет. С 2016 года за медицинской помощью не обращалась. При первичном осмотре, при проведении диспансеризации был заподозрен рак шейки матки. Пациентка сейчас успешно проходит лечение в состоянии без прогрессирования. Еще со времен Советского Союза система здравоохранения уделяла большое внимание профилактике. Отголоски тех времен находят отражение в программе диспансеризации. Она помогает выявить опасные заболевания и обнаружить факторы их развития. Например, коварный сахарный диабет зачастую может начаться незаметно для больного. С маленьких симптомов начинаются серьезные заболевания. И немые формы течения имеют место быть. Мы с вами можем вести обычный образ жизни и не подозревать, что у нас развивается сахарный диабет, грозный своими осложнениями. Записаться на диспансеризацию можно на портале пациента или по телефону колл-центра 95511. Проводят ее бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования. В день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику, оплачиваемый, выходной день. Каждый год с наступлением холодов начинается сезон ОРВИ. Пожалуй, все не понаслышке знают симптомы простуды. Боль в горле, насморк, слабость. О способах профилактики болезней у детей нашей съемочной группе рассказала врач-педиатр детской поликлиники Надежда Адаменкова. Более 30 миллионов человек в России ежегодно болеют ОРВИ и гриппом. Взрослые в среднем переносят от 2 до 4 простуд в течение года. Ребенок болеет от 6 до 9 раз. ОРВИ в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Кроме того, острые вирусные инфекции провоцируют около 80% случаев обострения бронхиальной астмы. Пик заболеваемости респираторными болезнями наблюдается в период с сентября по май. Главный способ профилактики – здоровый образ жизни. То есть ребенок должен быть хорошо накормлен, хорошо одет и гулять достаточное количество времени. А не так, что он бедный в одних кроссовках голодный, холодный, из школы побежал к репетитору и домой. И покушал, получается, утром в 7 утра и вечером в 7 вечера. Ну, такие детки, в общем, частые наши гости. Обязательно нужно заниматься спортом. Для школьников бывает сложно посещать спортивную секцию. Из-за учебы мало свободного времени. Родителям в этом случае советуют настаивать, чтобы ребенок делал хотя бы утреннюю зарядку. От родителей зависит питание. То есть, если ты ребенку не будешь, особенно в старшем возрасте, напоминать, съешь завтрак, обед и ужин, он съест завтрак и съест ужин, обед пропустит. Мамы как могут еще помочь, если ребенок не аллергик, витаминные комплексы. Часто дети болеют по одному и тому же сценарию. Появляются сопли, небольшая температура, кашель. Если это происходит несколько раз в день, и родители научились справляться и знают, как лечить, то обращаться к врачу не обязательно. Однако, если у ребенка высокая температура, сильные боли в горле, кашель, то пренебрегать осмотром медиков нельзя. Главное в этом случае не паниковать. Разобраться, с чем имеете дело. То есть, посмотреть на ребенка, как это, в голове своей взвесить четко, что температура такая-то, сопли такие-то, горло болит, не болит, кашель есть, нету, живот болит, не болит, там, как он писает, как он какает. И если на большую часть заданных вопросов вы даете себе ответ, который вас удовлетворяет, ну, все, в принципе, паника закончилась, начинаем лечить. Сопли лечим этим, горло лечим этим. Не справляемся, вызываем доктора. Помимо ОРВИ в это время циркулируют вирусы гриппа. Лучшая защита от них – вакцинация. Лучше всего сделать прививку до наступления эпидсезона. В начале осени детей вакцинировали централизованно в школах. Сейчас на прививку нужно записаться через портал пациента. Вакцинация от гриппа защищает только от гриппа. Но если в вспышку ОРВИ есть проголоски гриппа, эти детки отметаются. То есть уже процентов 20 меньше. Эпидемиологи считают, что в этом сезоне будет резкий подъем гриппа. Причем циркулировать будет несколько штаммов. В музее народной игрушки открывается новая выставка «Красавчик-щелкунчик». В экспозиции будут представлены экспонаты из частной коллекции. На открытие 2 декабря приглашают всех желающих. Начало в 16.30 без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Рост платы за услуги ЖКХ для нижегородцев будет меньше инфляции. С 1 декабря в регионе будут применять новые тарифы на тепло, электричество, водоснабжение и водоотведение, горячую воду и газ. Как объяснили в региональной службе тарифов, рост составит меньше 9%. При том, что инфляция в России составляет 13,9%. В 2023 году традиционного повышения 1 июля не будет. Перенос срок в повышение тарифов на начало декабря делается для обеспечения бесперебойной работы организации жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период. В Сарове стартовала благотворительная акция «Подарим детям Рождество». Ее цель – поздравить с праздником ребят с ограниченными возможностями здоровья и помочь семьям в трудной жизненной ситуации. Первый сбор пожертвований в торговых центрах города волонтеры православного центра «Радость моя» уже провели. В декабре организуют дополнительные. На пожертвования горожан закупят подарки, средства ухода и продукты. Добровольцы призывают семьи, в которых растут дети с особенностями развития или инвалидностью, заявить о себе и обратиться за поддержкой. Справки по телефону 77099. В Центре поддержки предпринимательства прошла итоговая защита проектов «Акселератора. Путь к успеху». В этом году участие в «Акселераторе» приняли более 30 действующих и будущих предпринимателей. До итоговой защиты были допущены 18 проектов. Из которых определилась десятка лидеров. Подробности далее. Узнать о истории родной страны то, что не пишут в учебниках. Времена до Петровской России юные саровчане открывают для себя на уроках Василия Киселева. Свой проект «Потешные баталии. Уроки живой истории для детей» Василий представил комиссии «Акселератора. Путь к успеху». По итогу отбора жюри выберет 10 достойных проектов, которые пройдут в финал грантового конкурса на получение финансовой поддержки на реализацию своей идеи. В презентации понятное дело более подробно про мой бизнес-план, как я все это планирую делать. В общем-то я прошу дотацию на материалы для изготовления реквизита. А после чего этот самый реквизит мы собираемся как раз использовать и из этого извлекать некую прибыль. В данном случае мы занимаемся по сути дела по-прежнему военно-патриотическим воспитанием молодежи. То есть содействуем возникновению патриотических настроений. Пять минут на защиту проекта и еще пять на вопросы комиссии. Регламент выступлений участников был жестким. Всего в «Акселераторе» приняли участие больше 30 саровских предпринимателей. До полуфинала дошло 18 проектов. Конкурсанты прошли большой путь, получили новые знания, стали настоящей командой. В рамках «Акселератора» участники посещали образовательные мероприятия, учились разрабатывать бизнес-планы. Каждая лекция просто на вес золота. Сейчас такой материал можно получить только на каких-то платных курсах. А здесь это дает все абсолютно безвозмездно. Очень качественная работа, индивидуально, с каждым. Это дорогого стоит. Очень большое спасибо Центру поддержки предпринимательства. Такие проекты, как «Путь к успеху» – это шанс предпринимателям, не только начинающим, но и которым уже первый день в бизнесе, дать стартовый капитал. Главная задача программы – предоставить общественности лучшие российские практики в сфере социального предпринимательства. А жителям и организациям возможность заявить о собственных социальных проектах и получить финансовую поддержку на их реализацию. За это время финансовую поддержку получили 12 царовских проектов на развитие собственного социального бизнеса. Проведение «Акселератора» стало возможным благодаря объединению усилий Ассоциаций промышленников-предпринимателей, Центра инноваций социальной сферы и Центра поддержки предпринимательства, конечно. Все это проводится при поддержке Министерства внутренней политики, Министерства промышленности Нижегородской области. И поддержку нашим предпринимателям оказывает наше градообразующее предприятие. По итогу защиты комиссия выбрала 10 финалистов, которые 1 декабря отправятся на торжественную церемонию подведения итогов в Нижний Новгород. Финансовую поддержку до 150 тысяч рублей по итогу получат 5 финалистов. В библиотеке Мини Маяковского прошла седьмая встреча беседы в рамках цикла «Исторические очерки» публициста Ивана Ситникова. Читатели познакомились с судьбами известных людей и узнали про их связь с Саровом. Многие знают про легендарного комдива Красной Армии Василия Чапаева или хотя бы что-то слышали про него. О жизни и подвигах Чапаева немало фильмов и книг. Про героя гражданской войны ходят множество легенд, мифов и удивительных историй. Но каким этот человек был на самом деле, не знает почти никто. Цикл беседы «Исторические очерки» публициста Ивана Ситникова предоставили возможность читателям библиотеки имени Маяковского узнать правду о легендарном Чапаеве. Встречи в рамках цикла «Исторических очерков» проходят в Маяковке в седьмой раз. И каждый раз мероприятие собирает полный зал зрителей. Еще с 17-го года по предложению Лиды Шулаевой, главного редактора канала «16», я стал снимать исторические телеочерки, десятиминутные фильмы, в основном об истории нашего края, сорого присоровья, о людях, сорого присоровья. И вот в этом отношении таких телеочерков накопилось уже 70 сюжетов. На встречах с читателями Иван Ситников показывает по три фильма из цикла телеочерков, а потом обсуждает с залом «Увиденное и услышанное», отвечает на вопросы, рассуждает на поднятые темы. Все это происходит в формате живого диалога. На встрече читатели посмотрели еще один фильм о художнике Авайзовском и его родственнице, которая жила в Сарове. Было такое предложение от работающих людей сделать подобные встречи уже после рабочего дня, там 18-19, я готов. Было бы желание, потому что вот подобные встречи они прошли по инициативе Натальи Арзамасовой, которая отвечает за культурно-массовую работу в Совете ветеранов микрорайона номер 3. Будет инициатива со стороны работающих людей, в удобное для них время сделаем подобные встречи. Встречи в рамках цикла «Исторические очерки» в библиотеке имени Маяковского проходят два раза в месяц. В следующий раз неизвестная страница истории Иван Ситников приоткроет для всех желающих в середине декабря. За афишей следите на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Десять лет с вами. Этой осенью фабрика рекламы отмечает юбилей. О становлении компании и о том, что она предлагает клиентам сегодня, нашей съемочной группе рассказал генеральный директор Алексей Злобин. Десять лет назад Алексей Злобин с другом решили попробовать открыть в Сарове новое направление, заняться широкоформатной интерьерной печатью. Опасались, что в городе эта сфера деятельности не будет востребована, однако заказы пошли один за другим. Компания быстро приобрела известность и нарастила клиентскую базу. Десять лет назад у нас не было производства такого обширного, даже вот такого принтера не было. То есть мы сидели с маленьким плоттером и резали маленькие наклейки. И этого было, казалось бы, достаточно. Мы просто читали веяние города, что хочет заказчик. И со временем появлялась и широкоформатная печать, и лазерный станок у нас появился. Появился и УФ-принтер, который печатает на любой поверхности. Таблички, стенды, плакаты, баннеры, дипломы и памятные медали. Афиши, меню для кафе и ресторанов. Визитки, евробуклеты, дисконтные карты, лазерная резка. На фабрике рекламы на любом этапе производства материала заказчик может проконтролировать процесс прямо на ходу, внеся оправки. Скорость производства, уникальная ценовая политика и готовность идти навстречу каждому клиенту помогли компании добиться лидерских позиций на рынке. Самое главное в нашем бизнесе – это люди. Это наши работники, которые здесь работают. Они здесь уникальные, потому что это надо иметь знания по всем областям. И в том числе общаться с людьми корректно. И это наши клиенты, наши любимые клиенты, которых очень много в городе, которые нас любят, ценят, знают. У заказчика есть возможность принести макет с собой, но чаще у клиента есть только идеи. Специалисты фабрики рекламы помогут определиться с концепцией создать макет с нуля. Мы сначала пытаемся изобразить это на бумаге, либо, может быть, мы сразу ищем какие-то референсы в интернете. Потому что, когда человек видит какую-то готовую картинку, ему проще сказать, о, да, мне нужен вот этот вот заяц. Например, как вариант. И уже исходя из его пожеланий, мы делаем макет. Второй вариант. Человек пишет в соцсетях. Иногда этот вариант проще, потому что, когда у него нет возможности говорить, он сразу кидает какие-то картинки, и уже из этого проще вычленять, что вообще человек хочет. Алексей Злобин и его команда внимательно следят за последними тенденциями и техническими новинками на рынке производства печатной продукции. Совсем скоро на фабрике рекламы появится новый большой ОФ-принтер, который будет печатать абсолютно на всех поверхностях. Сделать заказ на фабрике рекламы можно, позвонив по телефону 7-81-81 в социальных сетях или приехав лично в офис компании на Железнодорожную 9-2. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА